Сегодня мы поговорим о необычном поведении воздушных пузырей. Все вы знаете, что когда мы пускаем пузыри под водой, то они всплывают наверх, потому что плотность воздуха гораздо меньше плотности воды. Но оказывается, что так бывает не всегда. И при определенных условиях воздушные пузыри не всплывают из-под воды, а тунут и опускаются на дно. Чтобы продемонстрировать это явление, мы создали вот такую установку. Ее основу составляет механический вибратор, который будет колебаться вверх-вниз. В вибратор вставляется пробирка с водой, закрытая сверху резиновой пробкой. А чтобы образовывать пузыри, в пробирку будет подаваться воздух через тонкую трубочку с помощью вот этого шприца. И вот мы видим, как пузырьки всплывают наверх. А теперь включим вибратор на частоте 200 Гц и будем постепенно увеличивать амплитуду колебаний. Снова запустим пузыри. И удивительное дело, теперь они висят в толще воды внутри пробирки и не могут сплыть наверх. Но ведь Архимедова сила продолжает на них действовать. Что же их удерживает? Рассмотрим один период колебаний пробирки. И при этом будем считать, что амплитуду ускорения пробирки много больше ускорения свободного падения Ж. Когда пробирка идет вниз и проходит нейтральное положение, ее ускорение равно нулю. И на воду действует только обычная сила тяжести. Потом пробирка проходит нижнее положение. Вода по инерции прижимается к дну пробирки. И в системе отсчета пробирки эффективное ускорение свободного падения в этот момент равняется А плюс Ж. Верхние слои воды давят на пузырь гораздо сильнее. Его размер уменьшается. Теперь пробирка идет вверх. И на воду в нейтральном положении снова действует только обычная сила тяжести. Наконец, когда пробирка проходит верхнее положение, эффективное ускорение силы тяжести направлено не вниз, а вверх. И оно равно А минус Ж. Давление в пузыре стало меньше обычного, и он увеличился в размерах. Чем глубже находится пузырь, тем больше периодическое изменение давления и связанное с ним периодическое изменение объема. И на достаточно больших глубинах изменение архимедовой силы за счет изменения объема пузыря становится больше обычной архимедовой силы, действующей на пузырь в неподвижной пробирке. Поэтому в нижнем положении архимедовую силу можно записать в виде ρA умножить на V минус дельта V. А малым слагаемым Ж в ускорении мы пренебрегли. Архимедовая сила в верхнем положении направлена вниз, против эффективной силы тяжести. И она равна ρA умножить на V плюс дельта V. И именно за счет того, что вторая сила больше первой, пузырь, начиная с некоторой глубины, будет тонуть. И вот теперь, когда у нас есть более или менее правдоподобная теория, мы можем еще поэкспериментировать. Включим вибратор на частоте 250 Гц. Запустим в пробирку пузыри. И они зависли в толще воды. А теперь будем постепенно понижать частоту колебаний вибратора. И мы видим, что пузыри опускаются все ниже и ниже. И, наконец, достигают дна пробирки. Наверное, они опустились бы еще дальше, если бы пробирка была еще глубже. Почему же пузыри опускаются вниз при уменьшении частоты? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!